Здравствуйте. Я парапсихолог и ясновидящая Ольга. Сегодня я попробую помочь вам ответить на самые волнующие вас вопросы. Я слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Скажите, как скоро я попрошу замуж? Секундочку. Да. Замужество у вас выходит, но не раньше, чем через год. Вы почему-то сомневаетесь? А, ну понятно. Потому что вы с этим мужчиной уже давно живете вместе, а предложение он вам пока не сделал. Вы боитесь, что так и не сделает? Просто ваш мужчина смотрит на чужой опыт, на своих друзей. Он не видит там счастливых отношений, убежден, что женить бы не имеет смысла. Честно говоря, он попросту боится развода после жених бы. Но в вашем случае я вижу, что опасаться ему нечего. У вас есть любовь и уважение друг к другу. Я уверена, что он все-таки созреет для регистрации брака. Но пока вы можете сделать обряд у специалиста на создании семьи. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Смогу ли я восстановить отношения со своим бывшим мужем? Да, я вижу, что прошло уже больше года после того, как вы расстались. Вы все еще не можете остыть, причем обвиняете себя в этом расставании. Этого делать нельзя. Вы сами себя разрушаете постоянным терзанием и ожиданием. У вашего бывшего мужа уже есть отношения. Он не собирается возвращаться к вам, даже из-за детей. Вам необходимо пройти обряд очищения у специалиста, почистить ауру, вступить в новую жизнь. Продолжение следует... Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. И от меня ушел муж после ссоры. Ну, примерно неделю назад. Скажите, что принесли он ко мне? Знаете, Настя, он пока находится под влиянием обеда и гнева. Он на самом деле не ушел навсегда, не волнуйтесь. Он ушел на время, и мне это ясно видно. Судя по всему, у вас двоих просто накипело, поэтому все вылилось в одну крупную ссору с упреками, оскорблениями. Но вы первые должны сделать шаг к примирению и побороть в себе гордыню, поскольку именно вы явились катализатором ссоры. Еще я вижу, что у вас, похоже, проблема с матерью. Она имеет отношение к ссоре непосредственно. И если вы поймете, что мама, конечно, родной человек, но жить и рожать детей вам с мужем, а не с ней, то я уверена, что вы сделаете все для того, чтобы с ним помириться. Вам необходимо жить своим умом. Для надежности сделайте обряд на сохранение семьи. Я желаю вам удачи. — Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность повредить, если ты ненавидишь? Или кому-то тебя ненавидят? Ненависть вообще очень сильное чувство. Оно наносит урон здоровью как физическому, так и душевному, прежде всего тому, кто ненавидит. Тому, кого ненавидят при правильно поставленной защите, ничего не грозит. Но если человек слаб, не уверен в себе, то ненавистью легко пробить его ауру. Я чувствую, что вы неспроста задаете этот вопрос. Я вижу конфликт с человеком, который всегда где-то рядом. Но это чужой человек. Это соседка. Судя по выпавшей карте, дело всё в мужчине и, возможно, в вашем отце. Негатив действительно давний. Обида и злоба перешла к вам из-за мужчины. Это я ясно вижу. Чтобы её успокоить, можно применить ритуал. Чтобы она от вас отстала и не цеплялась. Я советую вам обязательно поставить защиту у специалиста. Здравствуйте. Знаете, я почему-то никак не могу выйти замуж. Но отношения почему-то всё время, даже если есть, прерываются неожиданно. Скажите, а встречу я всё-таки своего мужчину? На самом деле я не вижу никакого негативного воздействия со стороны. Судя по всему, проблема только у вас самой. Вам сейчас самое главное отказаться от мысли, что вы не можете выйти замуж. Что замужество – это не про вас. Нередко подобная мысль, подобная негативная установка приводит к тому, что девушка в вашем положении соглашается выйти замуж, не оценивая особо критическую личность будущего мужа. Равно, как и есть смысл, отказаться от неких необоснованных претензий, если они имеют место быть. Нельзя исключать того, что некие ваши действия заставляют думать потенциальных мужей, что вы высокомерны, что вы ждёте принца на белом коне. Такое ошибочно сформированное о вас мнении нередко сформулируется у мужчин, когда они по ошибке принимают застенчивость, за гордость. В этой связи есть смысл кое-что поменять в собственном поведении. Но при этом сохранить свою внутреннюю позицию. То есть нет смысла меняться настолько, что вы перестанете быть самой собой. Для более быстрого результата лучше сделать обряд на любовь. Дальше. Здравствуйте. У меня вопрос про мою дочь. Когда она выйдет замуж? Ей уже 30 лет. Зовут Ксения. Те подруги уже замужем, а она нет. Я очень переживаю. Здравствуйте. И я не очень понимаю, почему вы переживаете. У вашей дочери довольно активная социальная жизнь. Она не ставит собой сейчас задачу выйти замуж. Но у нее уже есть постоянный спутник. Вы, скорее всего, переживаете, что она тратит время с ним, потому что замуж не выходит. Вам бы хотелось внуков, но у вашей дочери все будет хорошо, уверяю вас. Она просто, так сказать, довольно плотно спланировала свою жизнь. И сейчас считает, что замужество ей только помешает. В карьере, в жизни, в увлечениях. По картам видно, что она непременно выйдет замуж. Это произойдет примерно через два года. Внуки у вас появятся довольно скоро. Не переживайте. Спасибо за звонок. Продолжение следует... Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу ли я второй раз выйти замуж? Секунду. Да, я вижу, что вы довольно одиноки. Не говоря уже о замужестве. Это вообще очень похоже на печать одиночества. Скорее всего, это был сглаз. И это жена вашего бывшего мужа. Во время вашего замужества ваш муж встретил ее и ушел от вас. Но вы не смогли его сразу отпустить, тем более, что у вас есть ребенок. Соперница вас сглазила во время своей ненависти и зависти, так как она считала, что вы мешаете ее счастью, пытаясь вернуть назад мужа. Она, может быть, уже забыла об этом. Но на вас это очень серьезно отразилось. Сейчас вам нужно срочно обратиться к специалистам, чтобы снять сглаз. И тогда вы снова сможете быть любимой и счастливой. Ни в коем случае с этим не затягивайте. Удачи вам. У нас следующий звонок. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, когда мой сын наконец женится? Спасибо. Ну, ваш сын уже не маленький мальчик. И женить бы я у него не вижу в ближайшее время. И, судя по всему, он еще не был женат. Он живет до сих пор с вами? Ну, все понятно. На самом деле, это типичная ситуация маменькиного сынка. И как это не обидно было бы слышать. Но именно вы виноваты в том, что у сына до сих пор нет семьи. Ему слишком удобно с вами, чтобы захотелось что-то менять. При этом у него есть женщина. Но ему не хочется брать на себя ответственность за семью. И уже страшно что-то менять в своей жизни. Понимаете? Сейчас я могу порекомендовать вам только дать больше ответственности и свободы своему сыну. Не так сильно о нем заботятся. Он уже взрослый. И если сейчас не исправиться, то он может никогда не решиться жениться. А вы можете остаться без внуков. Я советую вам сделать обряд у специалистов на помощь близким и на семью. Это обязательно вам поможет. Алло. Здравствуйте. Я встречаюсь с женатым человеком. Скажите, пожалуйста. Он идет из семьи и женится за мне. Меня зовут Елена. Мне 25 лет. Лена, я вижу, что у вас давнишние отношения с этим человеком. Вы действительно влюблены в него. Но с той стороны я не вижу таких глубоких чувств к вам. К сожалению, я вижу, что эти отношения совсем скоро сойдут на нет. Потому что из семьи он не уйдет. А вам это все смысла нет. Нет, ждать его смысла никакого. Понимаете? Вам нужно строить свою семью. Тем более, что человек, который идет у вас по судьбе, он встретится вам через два года. Вам нужно сделать обряд у специалистов, которые помогут вам наименьшими душевными потерями выбраться из этой ситуации и вернуться в нормальное русло. Помните, ваш мужчина еще впереди. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Светлана. Я похудела в течение последнего полугода. Причем очень сильно. И как-то резко. Скажите, пожалуйста, что со мной такое? Все, что резко связано с упадком здоровья и сил, это, скорее всего, порча. Я не вижу у вас никаких отклонений в организме, но есть пробитая аура, через которую уходит энергия. И как следствие, потеря аппетита и веса. Вас часто посещают депрессии. Это нужно срочно устранять специальными обрядами у специалиста. Иначе вы можете просто довести себя до истощения и саморазрушения. Такая ситуация возникла у вас после крупной ссоры. Это женщина на работе. Похоже, вы заняли ее место при повышении. А она на него очень надеялась. Еще она распускает про вас нехорошие слухи. Вам просто необходимо сейчас делать мощную защиту и очищение. Девушка прибегла к помощи знающих людей, чтобы навести на вас порчу. Поэтому вам помогут только специалисты. Не затягивайте. Все довольно серьезно, насколько я вижу. Меня зовут Людмила. К сожалению, моя работа не приносит мне морального удовлетворения. Вот скажите, своим ли делом я занимаюсь? Но, к сожалению, не всем так везет, чтобы работа приносила удовольствие. Так, что я вижу? Вы творческий человек. Вы многое делаете своими руками. А работа у вас связана с цифрами. Вы изначально не прислушались к своей интуиции и не обратили должного внимания на свои способности. Вы пошли учиться туда, куда сказали родители. Вот теперь у вас нелюбимые специальности работа. Пока не уходите со своей работы, но параллельно освоите творческую профессию, чтобы не прийти к следующему работодателю с пустыми руками. Может быть, вам превратить свое хобби в источник дохода. Подумайте об этом. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита. Я бы хотела узнать, когда я выйду замуж, кто будет моим избранником. Замужество у вас будет, и идет оно через два года, не раньше. Ваш будущий муж вам знаком. Он в вашем ближайшем окружении находится. Но сейчас вы вряд ли разглядите в нем своего будущего супруга. Хоть он и дан вам по судьбе, но вы давно знаете друг друга, а пока не испытываете обоюдных чувств. Однако скоро состоится событие, которое совершенно перевернет ситуацию. Вы увидите друг друга в новом свете. Сейчас даже не зацикливайтесь на этом. Все произойдет само по себе. Счастья вам. Здравствуйте. Мне на работе нравится один человек. Но он женат. Я не хочу разбивать его семьи, потому что там есть дети. Но и бросить его у меня не пил. Что мне делать? Ну, у вас не такие уж длительные отношения. Собственно, любви я тоже не вижу. А страсть, она имеет свойство проходить. У вас нет будущего с этим человеком. И скоро все ваши чувства сойдут на нет. К тому же вы все время находитесь в напряжении. Вы скрываете ваши отношения от коллег, чтобы не пошли слухи на работе. Это очень сказывается на вашем душевном здоровье, на равновесии вашего внутреннего. Обратите на это внимание. Поверьте, человек, с которым вы действительно захотите связать себя узами брака, вам встретится довольно скоро. Вы это сразу почувствуете. Кстати, произойдет это. Встреча с вашей судьбой. Скорее всего, в командировке по вашей работе. Я желаю вам удачи. Просто подождите. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Алло, здравствуйте. Я со своим молодым человеком встречаюсь уже год. И как-то у нас отношения застыли. Он даже не то, что замуж не зовет, он даже пока не предлагал вместе жить. Меня такая ситуация немножко настораживает. Что бы вы мне посоветовали? Ну, год это не такой уж большой срок для серьезных отношений. А вы к тому же еще так молоды. Но вы знаете, с этим человеком у вас довольно большие шансы на брак. Но только это не произойдет так уж быстро, как вы рассчитываете. Надо набраться терпения. Надо быть самой собой. Больше обращать внимание на свою собственную жизнь. Чем постоянно ждать, позовут вас замуж или нет. В вашем случае главное набраться терпения. Не торопить события. Все будет очень хорошо. Но чтобы сразу вас успокоить, я скажу, что замужество ваше состоится через три года. Спасибо вам за вопрос. Удачи. Здравствуйте. Моя проблема в том, что у меня каждый день с моим молодым человеком ухудшаются отношения. У меня такое ощущение, что он меня сглазили или порчу навели. Расскажите, пожалуйста, так ли это и кто мой недоброжелатель? Так, вы знаете, я не вижу на вас порчи. Но вы очень разбалансированы. Вас часто посещают какие-то навязчивые мысли. Вы ощущаете непонятные беспокойства. Скорее всего, вы сами себя разрушаете изнутри. Это передается окружающим и очень влияет на ваши отношения с ними. Вы признаетесь сами себе, что не только с любимым человеком у вас расстроились отношения в последнее время. Как ни странно, но такое состояние человек может вогнать сам себя и сам же этого не понимать. Но обычно к этому что-то подталкивает. Сейчас мы посмотрим. У вас несколько месяцев назад был какой-то сильный шок. И после этого вы изменились не в лучшую сторону. Обязательно посмотрите на себя со стороны и на ситуацию, которая повлияла на вас. Но лучше обратитесь к специалисту, который почистит вашу ауру, и вы обретете прежнюю уверенность в себе и спокойствии. К сожалению, наша передача подходит к концу. Сожалею, если на чьи-то вопросы я не успела ответить, я обязательно сделаю это в следующий раз. Надеюсь, что сегодня все, кто дозвонился до нас, получили ответы на свои вопросы. И, возможно, обрели свою гармонию внутри себя. И стали чуть увереннее. И теперь знают, как решить все свои проблемы. Спасибо вам. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова